Тюркафобия Тюркафобия Такое положение дело открывало обширные возможности для незаконного транзита наркотиков и оружия. Доподлинно известно, что эти возможности использовались на всю катушку. Однако два с лишним года назад этой вахханалии был положен конец, что вызвало глубокое разочарование у тех, кто надеялся на иной исход событий. И это разочарование послужило толчком для еще большего сближения региональных лузеров. Симптоматично, что глава МИД Армении, прибывший в Женеву для участия в заседании Совета ООН по правам человека, первым делом встретился на полях мероприятия со своим иранским коллегой. Мирзаян и Абдуллахьян представляют страны с крайне самобытным представлением о правах человека, но наверняка это лишь способствует их взаимопониманию. Армянский министр отчитался о текущем состоянии процесса нормализации отношений с Азербайджаном. Разумеется, не упустив случая упомянуть в этом контексте фиктивную блокаду Карабаха в качестве тормозящего фактора. В привычном для сторон ракурсе состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и стабильности в регионе. Подходы Армении и Ирана к проблематике региональной безопасности и стабильности, мягко говоря, весьма своеобразны. Достаточно отметить, что именно эти две страны являются основными поставщиками рисковой угрозы в регионе. Иряван и Тегеран старательно нагнетают атмосферу в регионе, не гнушаясь при этом самыми грязными трюками. На днях в Исфахане прошла очередная акция в поддержку армян Карабаха. Она была организована практически за день до очередной годовщины геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Совпадение ли это? Едва ли. Точно такая же акция с антиазербайджанскими лозунгами была проведена в день теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране. Судите сами, насколько тут уместно говорить о совпадениях. В свойственной ему иезуитской манере Иран дает понять, что готов внести свои коррективы в поствоенные реалии в регионе. То есть последнее, в чем заинтересован тегеранский режим, это как раз-таки долгосрочная стабильность на этой географии. Обращение к карабахской тематике говорит о стремлении разрушить мирный процесс в регионе посредством проверенных схем. Есть все основания предполагать, что в ближайшее время это стремление приобретет еще более отчетливые практические очертания. По словам ирониста Вардана Восканяна, Тегеран демонстрирует очевидную готовность к формированию прямых отношений с так называемым Нагорным Карабахом. Восканян считает, что из Ирана поступают конкретные соответствующие сигналы. В частности, он сослался на интервью с Рубеном Варданяном, опубликованное одним из влиятельных иранских изданий. Тогда этот авантюрист еще пребывал в нелепой ипостаси госминистра Карабаха и щедро делился с зарубежными СМИ своими кустарными байками. Впрочем, Восканян предлагает сконцентрировать внимание не столько на байках, сколько на терминологии, использованной иранской газетой. В том числе на названиях азербайджанских населенных пунктов, преподнесенных в армянской версии. Это, по мнению ирониста, свидетельствует о намерении Тегерана наладить прямые отношения с нелегитимным сепаратистским сбродом в Карабахе. Восканян полагает, что речь идет о несомненной тенденции, и Армения должна внести свою лепту в ее развитие. Тем более, что, по его мнению, региональный конкурент Ирана в лице Турции переживает сложные времена после разрушительных землетрясений. Стало быть, рассуждает армянский псевдоэксперт, Азербайджан сейчас не может рассчитывать на прежнюю поддержку Анкары. Появились новые возможности, которыми армяно-иранский тандем незамедлительно должен воспользоваться, резюмировал Восканян. Разумеется, этот экзальтированный персонаж анализирует ситуацию в регионе в чрезмерно утрированной форме, по сути, выдавая желаемое за действительное. Тем не менее, от Ирана в принципе можно ожидать чего угодно, вплоть до открытой поддержки армянского сепаратизма в Азербайджане. Позорная провокация накануне годовщины Ходжалинского геноцида – веское тому подтверждение.